Приветствую вас любители рыболовных приключений! Здравствуйте и вы гости моего канала! Предлагаю отправиться со мной в удивительное рыболовное путешествие и потестировать очередную рыболовную насадку. Эту насадку приготовит любой даже начинающий рыбак. Подходит она для ловли осенней плотвы, карася, подлещика, густеры. Возможно и карм придет, если вы хорошо приготовите ее. Написал мне подписчик, а ты пробовал на рыбалке добавлять имбирь? Имбирь, признаюсь честно, ни разу я не добавлял и даже понятия не имел, будет ли он работать. Осень, вода холодная, у рыбы предпочтения меняются и как она отнесется к этой прикормке я даже не знал. И решил с прикормкой пока повременить, а сделать насадку с ароматом имбиря. В обычном продуктовом магазине купил я приправу под названием имбирь, он уже был перемолотый там. В пакетике было 15 грамм, взял я термос, насыпал туда 50 грамм перловки, термос у меня полулитровый. И дабы не переборщить, так как осень рыба очень капризно относится к ароматам, добавил я всего лишь 5 грамм. Молотого имбиря, залил все это кипятком, 3 часа у меня перловка запаривалась, открыл, сцедил воду, понюхал, аромат был просто великолепный. Ну что, отправляемся на рыбалку, посмотрим как рыба отнесется к нашей перловке с ароматом имбиря. Я думаю это будет интересная насадка, которая понравится вам и займет достойное место в ваших рыболовных сумках. Ребята, блин, доставал, флэт хотел перекинуть, и здесь такой загиб мощнейший был, ну вроде бы успел, я уже думал прозевал. Флэт почти дотянул до берега. Ну что ж, посмотрим, первая рыбка походу, инлайн, сейчас посмотрим, кто это так загибал наш Федерок, ну такой загибчик хороший был, или отличная... Что это, ракушка? Вот это трюк, такой загиб был хороший, фантастика. Ладно, продолжаем, пускай первая будет у нас ракушка, посмотрим какая рыба придет дальше. Ух ты, кто это к нам пожаловал? Ну что, может на этот раз будет первая рыбка? А то, что-то ракушка меня совсем не устроила. О, судя по тому, что головой не мотыляет, это платва. Или густера. Потому что лещ под лещик, он головой так перебит, что просто жуть. Вот это поворот. Американский сомик, ох и заглотил, зараза. Я уже забыл про них, оказывается они еще бодрствуют и отлично поклевывают, несмотря на то, что месяц октябрь. Ладно, буду пытаться отцепить его, да отпустим. Эта рыбка нам совсем не нравится. Хотя очень вкусная. Говорят, что мясо такое белое, жирное, как у обычного речного сома. Но это не обычный речной, это канадский сомик у нас называют. Некоторые называют еще американц. Была небольшая поклевочка, какие-то подергунчики. Сейчас посмотрим. Инлайн пока лучше работает, чем плэт. Неужели очередной американский сомик? Густерочка пришла разведчица. Небольшенько. Но это меня радует. Значит, американский сомик, походу, уже отошел. Сейчас густерка. Решил я проверить, как будет перловка работать на другом рыболовном месте. И тут же клюнула шикарная плотвичка. Очередная плотвичка. Перловочка рулит. Смотрите, друзья, какая плотвина. Шикарная, да? Ну что, инлайн рулит. Крутая плотва осенняя. На этой рыбалке, на реке, повстречал я около 10 рыбаков. И все, как один, твердили, что сегодня на реке рыба не клюет от слова совсем. Да, действительно, клев был очень плохой. И если бы не перловка, уехал бы я домой ни с чем. Осенняя жирная плотва по достоинству оценила эту шикарную рыболовную насадку.